более так сказать простыми способами вот ну как бы это сказать неправильно неправильно использовать очень какие-то такие дорогие средства для достижения цели ну не всегда тесты это ловят но в жизни всегда есть вариант что появится задача где вот эти дорогие средства не проходят понимать а более простое средство которое если бы было бы использованного ногу прошло одним словом у меня здесь прямо есть у меня прямо есть список задач которые я подготовил вернее список решений я с вашего позволения для того чтобы сэкономить время буду некоторые вещи оттуда брать и значит использовать у нас у и у у у у у у так итак мы берем предпоследнюю задачу значит я напоминаю о чем идет речь речь о том что нам нужно для заданного числа для заданного числа определить разницу между максимумом и минимумом которые получены путем перестановок его битов так будем говорить в той области которую изначально занимает его двоичное значение вот такая ситуация ну совершенно очевидно что минимальное значение получается числом равным количеству единиц в этом числе вот 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 это вот это вот это вот это область состоящую единиц единиц мы сдвинем налево на столько нулей сколько этих нулей в этой области да области этого числа ну это значит примерно вот так мы можем сделать есть вот вот смотрите подсчитать количество единиц и количество нулей в этой области да смотрите ну для этого мы спокойно можем использовать какой-то цифр который состоит из двух всего элементов значит элемент с индексом 0 будет давать нам значит с индексом 0 будет давать нам количество единиц а элемент с индексом 1 будет давать нам количество количество единиц то есть элемент с индексом 0 дает количество нулей извините элемент с индексом 1 количество единиц вот и все и тогда значит мы спокойно можем вот такой цикл запустить пока n не равно нулю что мы делаем мы значит n и 1 увеличиваем единицу если в крайнем правом разряде у нас единица 1 увеличится 1 на единицу иначе d0 увеличится на единицу и тут же n сдвигаем правда пока после очередного звука он не превратится вот такая ситуация после того как все это закончилось у нас уже в b1 есть количество единиц статус количество единиц поэтому мы спокойно можем n этому числу n присвоить единицу минус d1 это будет двоичном представление единица с каким количеством нулей сколько у нас единиц если от него это единицу останется ровно для один штук единиц вот и все теперь нам осталось выдать просто результат то есть n сдвинутая влево надо 0 от него мы отнимаем отнимаем само и находишь вот и вся задача вопросы по этому поводу мои хорошие давайте ради спортивного интереса вот возьмем допустим пятнадцать пятнадцать четыре единицы так ведь вот и возьмем какое-нибудь такое число ну где эти пятнадцать единиц допустим у нас но если вот мы оставим 15 то результат будет 0 вот там ничего ничего нет а если мы ну этих ты что-то обнулим вот разница получилась допустим обнулили но развятся соответствующие допустим четверки до получили 11 вот ну тогда значит у нас уже останутся сколько единиц останется 11 это у нас восьмерка двойка единицы на 8 будет единиц то есть вот двоичное представление один вот теперь минимальное значение будет 0 1 1 1 1 максимальная будет 1 1 1 0 значит и так и получается мы от 14 должны отняться результат должен быть равен должен быть равен 7 вот так оно и получилось вот и все дела вопросы уважаемые по этой задаче то есть как а задачу можно бинарными средствами ну нужно это делать не нужно никакие там привлекать какие-то средства которые преобразуют бинарное представление в строки там в строках там что-то там сортировать считать туда-сюда ну и нужно и нужно это мои хорошие слава богу в украинском значит олимпиадном пространстве есть замечательный сайт и олимп вот там есть серия которая называется значит витки спирали вот и на первом витке там как раз восьмой шаг посвящен бинарным операциям хорошенько эти задачи нужно порешать нужно прочувствовать эти бинарные операции и дальше уже можно пользоваться какими-то другими средствами есть прекрасные книги где вот эти операции так сказать соответствующим образом развиваются окей парника а если нет у нас вопросов по этому поводу я сейчас быстренько хочу перейти к ну пока самые легкие задачи я хочу быстренько пробежаться по ним значит задачу первую я хочу сейчас вместе с вами разобрать сколько кратных но тут были хорошие решения кстати говоря но я хочу сейчас одну одну идею подбросить вам одну идею подбросить идею суть идеи заключается в общем смотрите когда вы имеете допустим столбы которые на одинаковом расстоянии друг от друга расположены так ведь он допустим вот у вас столб и вам нужно катка вот решить такую задачу вот между этими квадратными скобками вы хотите определить количество столбов вы понимаете в чем дело тут абсолютно аналогичная задача можно считать что вот эти числа у нас расположены на координатной оси понимать они все на расстоянии c друг от друга понимаете вот и нужно вам как-то определиться сколько этих чисел между вот двумя крайне теперь смотрите конечно мы видим что отталкиваться только от разности неправильно потому что ну легко проверить что одинаковые разности могут давать разные ответы но допустим допустим одиннадцать два и двенадцать три до разница одинаковые ответы если мы хотим мы ищем числа кратные чем между 11 и двумя чисел кратных трем три всего 369 между 12 и тремя добавляется еще двенадцать вот кроме того мы спокойно можем подобрать примеры когда разные разности дают один одинаковые ответы но если мы один конец ну для определенности допустим левый конец посадим так сказать на число кратное c которые мы ищем тогда все однозначно потому что если вот эту разницу мы на c разделе вот эту разницу мы на цер expertise вот этот друг здесь находятся тогда мы уж точно знаем что получим количество именно количество полных диапазонов количество полных диапазонов то есть вот это вдруг выпадет а все остальные в это количество войдут понимаете все остальные в это количество войдут. Раз мы знаем количество диапазонов, то уже не проблема. Если мы знаем количество диапазонов, то когда ничего не мешает нам к этому количеству диапазонов добавить 1, и мы получим количество точек, которыми эти диапазоны создаются. Значит, 2 точки создают 1 отрезок, 3 точки создают 2 отрезка, 4 создают 3 отрезка и так далее. Вот и вся задача. Вот и вся задача. Теперь просто нам нужно как-то аккуратно все эти действия осуществить. Значит, тут что у нас имеется? Long Long A и B. Вот, пожалуйста, A и B. Значит, первое, что мы делаем, их упорядочиваем A и B. A и B упорядочиваем. То есть, если оказалось, что A больше, чем B, то мы их меняем местами. Версия A больше, чем B. A больше, чем B. Мы их меняем местами. Слог. А и B. Теперь, значит, дальше идем. вот здесь такая очень интересная ситуация. Вот если после этого теперь нам нужно, понимаете, A посадить на число, а меньшее, так ведь? Ближающее к нему сверху число кратное C. есть несколько вариантов. Если A больше, чем 0, если A больше, чем 0, мои хорошие, а вообще давайте прямо это возьмем, значит, A остаток от C. Вот. Если A остаток от C и теперь, значит, дальше идем. Вот. Если понятно, да? Если A остаток от C не равен 0. Если A остаток от C равен 0, то все, никуда идти нет. Если A остаток от C как говорится, не 0, то тогда рассматриваем два варианта. Если A больше, чем C, извините, больше, чем 0, то тогда значит, что нам нужно сделать? C нам показывает насколько, ну, допустим, вот 17 A 17, а C, допустим, 5, да? 17 на 5 в остатке получается 2. Так ведь? То есть, получается, что 17 на 2 превосходит ближайшее снизу. Ближайшее снизу число кратное 5. Значит, до следующего ему остается 5 минус 2. Вот такая именно ситуация. То есть, A увеличивается на C минус A остаток от C. То есть, вот так мы получаем ближайшее целое кратное C. Теперь, если A отрицательный, если A отрицательное число, что мы имеем в этом случае? Смотрите, минус 17, мы должны на минус 15 подняться. Минус 17 делить на 5 будет минус 2 по правилам C. Вот, минус 17 в остатке то есть, в остатке с пятеркой дает минус 2. Значит, минус 17 это минус 2 нужно просто-напросто отнять, да? Добавить фактически 2 и мы получаем минус 15. То есть, таким образом, else, ну, то, что он не 0, мы точно знаем уже, да? значит, А просто отнимаем вот и все. Первую задачу мы выполнили. Теперь, смотрите, нам осталось проверить, не превзошло ли А вот в этом процессе В. Ну, например, А и В 4 и 5, понимаете? Вот, и ищем сколько там кратных 3, да? Вот когда мы 4 двигаем, значит, увеличиваем до ближайшего кратного 3, мы получаем 6, а 6 уже больше, чем В. Так ведь? Так вот, если А больше, чем В, то ответ сразу 0. А больше, чем В, ответ сразу 0. Ну, красиво сделаем, еще одну переменную внесем, ответ, да? Ответ А. Теперь присвоим в этом случае 0. Вот и все. А если нет, если нет, то я присвоим, я присвоим, смотрите, значит, В минус А, мы говорили, делить на С, но у нас задача облегчается тем, что мы точно знаем, что С положительная, вот, и плюс 1, то есть, В минус 1 делить на С дает нам количество промежутков, все, матч закончился, как говорится, ну, проверим на всякий случай, 2 и 11, нам должны дать в ответ эти 3. Так, 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 что-то, вот, эрот, С, возно в декрет, да? Стоп, мы же и С должны еще ввести, я очень не изменяюсь, коллеги, да, не только Айвы, но еще и ценой навести. Стоп, так, здесь точки с запятой нам не хватает, вот, видите, успешно мы, так, и ответ мы не вывели, да? Давайте выведем этот сервис. Сейчас мы так, выводим ответ. Чего, чего? И минус а делит на цель одну минуточку. А, б, ц, по. Так. посмотрим что делалось так а b cp мы все ввели есть я больше ты поменяли их местами если а остаток отце отличается если мы его не трогаем вы не вводите его с клавиатуры только 211 а вы правда были правы и молодцом и не вели мы вот на теперь все порядок то есть получили тройку а если мы меняем 11 и 2 на 312 спасибо спасибо то мы получим уже 4 вот и вся задача вопросы коллеги то есть вопросы да но видите когда тут он и режиме что-то делаешь ну есть есть вероятность что-то упустить но у нас видите публика такая так вопросы коллеги спасибо 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 окей ладненько одни к дальше поехали сейчас первую очередь поговорить с вами поговорить с вами о тех вопросах которые я не успел на на лекции и который хотел бы с вами разобрать которые я уверен вам помогли бы при решении задачи вот когда мы говорим о двоичной системе о двоичной системе мы можем сказать такую вещь что реально мы имеем возможность представить числа в базе которая представляет собой степень двойки степень двойки то есть это не что иное как одну минуточку давайте я закрою сейчас одну минуточку я вызову тот самый файл с которым мы работали и кое-что сделаем сейчас дополнительно так сегодня сегодня мы работали 7 8 вот появился дорогой муж так вот этот самый файл с которым мы работали и давайте мы тут кое-что еще сделаем вот в частности смотрите если у нас нашим распоряжение давайте по возрастанию 1 2 4 8 отцать и когда ли то смотрите фактически мы любое число любое число можем представить как сумма некоторого подможества вот именно этой некоторые под последовательности так будем говорить вот этой последовательности в частности смотрите единица у нас представлена так ведь я имею ввиду что мы можем представить все положительные числа теперь благодаря двойки мы можем представить единицу двойку и 1 2 вместе получаем 3 четверка обратите внимание четверка четверка продолжает значит продолжает когорту чисел которые мы можем представить вот то есть от 1 до 3 мы все числа могли представить благодаря единице и двойки в разных комбинациях так сказать если мы бы взяли подможество только состоящие из единицы то получали бы единицу только из двойки получали бы двойку а если бы мы взяли бы оба вместе то получили тройку теперь благодаря четверки мы это значит множество представимых чисел увеличили еще на 4 довели до 7 каким образом значит смотрите после тройки появилась четверка сразу потом благодаря тому что от 1 до 3 все у нас было в комбинации с четверкой мы получаем и 5 и 6 и 7 вот так просто понимаете вот восьмерка она продолжает то есть она не позволяет появится какой-то дырки понимаете если бы здесь на месте восьмерки была бы девятка то мы бы могли сказать что вот между семеркой и девяткой образовалось пространство понимаете и там находится число 8 которое мы не можем представить повторяю если бы на месте восьмерки была бы девятка но на месте восьмерки восьмерка поэтому это так сказать когорта представимых числа продолжается вот и вы сейчас можете заметить что этим свойством которое сейчас оказалось у степени двойки может обладать и другая последовательность понимаете допустим вместо семерки мы могли взять 7 вместо восьмерки извините могли взять 7 вот это свойство сохранилось бы но вместо 16 нужно было взять что-то поменьше и так далее то есть свойство сохраняется в том случае если каждый последующий член последовательности понимаете превосходит превосходит сумму предыдущих чисел максимума единицы если превосходит если превосходит то есть следующий член последовательности меньше или равен чем сумма плюс единиц вот тогда это свойство есть тогда этого свойства есть для степени двойки мы можем сказать что вот пожалуй это последовательность последовательность в этом смысле является оптимальной на нем они потому что тут у нас нет вариантов повторения каких-то представлений понимаете допустим вот здесь мы уже можем представить все числа от единицы до 30 одного и для каждого из этих чисел мы имеем абсолютно однозначное представление однозначное представление потому что ну вот следующая цифра она на единицу было больше суммы предыдущих до сих пор мы от 1 до 15 все представили да вот это про появилось 16 которое на единицу больше 15 теперь давайте ради спортивного интереса рассмотрим также известную нам последовательность числа фибоначчи причем со второго члена давайте начнем не повторялось 12 и то есть это последовательность очевидно свойством обладает то есть можно представить любое число но в отличие от степени двойки здесь уже однозначность нет вот смотрите единица у нас есть благодаря двойке зашли до тройки коллеги понятно о чем я говорю сейчас я я не хочу чтобы я в спешке там что-то для кого-то что-то говорю такое непонятное вот вы в общем то я не очень большой темп взял насколько понятно что я говорю лучше я остановлюсь и возьму такой темп чтобы всем было понятно если для не стесняйтесь пожалуйста да понятно пока что окей ладно пока что понравилось мне очень замечательно окей значит смотрите еще раз где мы находимся да вот здесь мы находимся вот смотрите вот благодаря единицы двойки мы все до тройки можем представить опять-таки речь идет о представлении в качестве виде суммы элементов какого-нибудь какой-нибудь подпоследовательность теперь появилась тройка появилась только понимаете тройка значит непрерывно сохранила вот непредставимых не появилось вот и довела значит максимум представимых чисел до шести но сама тройка уже представима два раза собственно как тройка и как последовательно состоящие из единицы из единицы понимать вот так вот четверка представлены однозначно пятерка представлена однозначно шестерка тоже представлена однозначно пока но сейчас появилась пятерка понимать и пятерка продублировала уже и себя понимаете и шестерку тоже продублировала потому что шестерку можно и как шестерку и как 5 в общем вот такие дела понимаете то есть в том смысле что мы имели для степени двойки это последовательно уже так сказать оптимальной не является здесь у нас благодаря пятерки 6 плюс 5 извините 11 мы дальше до 11 там благодаря восьмой восьмой подняли эту планку до 19 благодаря 13 подняли планку до 32 понимаете понимаете вот ну и так дальше по 13 пойдет 21 и свойство сохранится вот то есть мы уже несколько раз сказали что система фибоначи в этом смысле не является так будем говорить оптимальной но система фибоначи является оптимальной в другом смысле в другом смысле вы смотрите здесь вы не можете найти никакой тройки чисел которые из которых из отрезков равных которым можно составить треугольник вот такую тройку вы не найдете кстати если добавим еще единицу спереди мы все равно вот это будем иметь вот такое свойство будем иметь понимаете такое свойство будем иметь и вот в этом смысле уже последовательность фибоначи является оптимальной потому что это наименьшее вот смотрите вот вы хотите допустим пять чисел да пять чисел из которых не найдется ни одна тройка из которых можно составить треугольник да вот пожалуйста вот вот дошли до пяти вот и все вот и все и меньшего числа вы не найдете меньшего числа которые таким же свойством вот пятерку замени на четверку все закрылась потому что два три четыре уже треугольник составляется понятно да вот как то зафиксируете этот момент вот и теперь вернемся к той задаче которая у нас стояла которая у нас стояла значит это была задача наименьшее непредставимое наименьшее непредставимое это была задача это задача М задача М задача М решается очень просто очень просто одним так сказать проходом по циклу просто вначале нужно эти данные упорядочить а потом вот отталкиваясь от той идеи о которой мы сейчас говорили где это наша задача М я уже сразу воспользуюсь тем решением которое у меня здесь есть вот пожалуйста чтобы не терять время так мы с этим разобрались опять таки повторяю здесь речения и другие есть довольно хорошие речения были предложены одну идею вот вот здесь какая ситуация мы упорядочили наши смотрите мы ввели эти эти числа ну тут вот техника такая была вайл значит вводим до того как закончится наш файл вот сей плюс плюс позволяет вот таким образом будет организовать значит почему потому что вот то что я выделил сейчас кроме того что оно пытается осуществить ввод очередного целого числа в переменную ж кроме того вот это само то что я выделал является выражением является выражением которое возвращает количество осуществленных вводов ну в данном случае речь идет об одном об одной переменной значит либо один либо ноль да вот если ноль это значит что уже мы дошли до конца файла попытка неудачная и цикл заканчивается то есть внутрь цикла мы не заходим в тело цикла мы не заходим соответственно и нам и увеличится столько раз сколько раз мы сюда войдем понимаете и когда цикл закончился мы вот и вполне можем присвоить некоторые переменные n которая в дальнейшем будет использоваться в качестве количества этих чисел вот так вот теперь дальше мы эти числа как видите упорядочили а дальше j это наша та самая переменная которая дает сумму предыдущих чисел да ну вначале будем считать что это ноль и смотрите для каждого и и мы пробегаем здесь вот если наше больше чем g плюс 1 больше чем g плюс 1 да то есть мы сказали оно должно быть либо меньше либо равным если больше чем g плюс 1 то уже g плюс 1 в качестве ответа подходит и соответственно мы брейком закрываем этот цикл выходим и печатаем g плюс 1 если нет то цикл продолжается ветвь else добавляет g d и t то есть мы уже набираем сумму пройденных чисел мы вы знаете эта сумма дает нам верхнюю границу представимых чисел вот и если очередное число по сравнению с ним больше более чем на единицу тут нам значит промежутки обязательно есть какое-то число которое в качестве ответа подходит которое уже невозможно представить вот какой-либо подпоследовательностью вот этой последовательности что сумме она давала это число вот и все дела а если цикл дошел до конца если цикл до конца дошел да то есть уже у нас сидит сумма всех чисел которые мы прошли значит последующее число уже невозможно представить так что и в этом случае ответ будет правильным вот и все дела вопросы коллеги вопросы мои дорогие вопросов может быть нет да окей ладненько теперь с вашего позволения я хочу еще одну тему затронуть эта тема касается она касается личной балансированной системы есть такая система есть такая система и эта система фактически дает нам математический аппарат для троичных компьютеров очень хорошо развитый математический аппарат для троичных компьютеров эта троичная балансированная система она обладает очень многими положительными свойствами вот и можно сказать она заранее делает троичные компьютеры очень комфортными. Дело только за тем, чтобы суметь троичную элементную хорошую базу выработать. Вот и всё. Найти, обнаружить, создать и так далее. Чем характеризуется троичная сбалансированная система? Троичная сбалансированная система характеризуется тем, что в ней для записи чисел используются три цифры. Цифра минус 1, давайте я её буду через Т большую обозначать, вот обычно в литературе она обозначается как единица, у которой сверху горизонтальная линия. Значит, минус 1, 0 и 1. Вот и всё. Давайте приведём примеры чисел в троичной сбалансированной системе. Вот такое число. 1, минус 1, минус 1. Давайте вот мы в зелёности сюда вставляем троичную сбалансированную систему. троичную сбалансированную систему. Вот такая вот здесь. Как, ну, сказать, раскрытие этой записи происходит по известным нам методам. Значит, единица умножается на единицу, да, дальше 0 умножается на торгу, да, на 3 в первой степени, дальше минус единица, да, минус единица умножается на на 3 в квадрате, в квадрате, вот, дальше, мои хорошие, снова минус единица умножается на 3 в кубе, и дальше, значит, у нас единица единица умножается на и 4 в степени. 4 в степени, ну, совершенно ясно, что мы спокойно можем сейчас число вычислить и получить и так, что у нас получается, единица здесь 0, 3 в квадрате до сих пор было 9, 3 в кубе до сих пор было 27, 3 в четвертой степени 81, значит, 81, значит, давайте мы так напишем, здесь положительные числа, если отдельно сложим, будет 82, а здесь отнимем, значит, 9 и 27 было 36, да, отнимем 36, в итоге получается у нас 40, да, 46 получается. Так, учеблись, 1 и 81, 82, да, 9 и 27, да, то ли правильно отвечать, 46 мы получили, ну, теперь смотрите, как просто получить минус 46, для того, чтобы получить минус 46, совершенно достаточно, здесь, везде, значит, единицу заменить на минус единицу, минус единицу на единицу, вот, то есть мы заменяем на минус единицу, мы помним, что ты обозначает, минус единицу, так, так, мои хорошие, здесь, значит, т у нас, вот, ну, и сейчас будем, давайте, время терять на это, вот, получили минус 46, остается вопрос, как нам получить, наоборот, из 46, вот, троечную, сбалансированную, троечную, троечную, балансированную, сбалансированную, важное представление, допустим, если мы знаем, как 46 получить его, вот, тогда для минус 46 мы знаем, что просто нужно меняться, вот, и все, теперь смотрите, пытаемся применить наши знания о переводе числа в коричную систему, да, делим на 3, делим на 3, 46 делим на 3, в остатке единица, в остатке единица, все нормально, единица, это, значит, законное число, исповедение, 15 ради бога, 0, 4 делить на 3, единица, да, правильно, теперь, значит, 15 делить на 3, это 5, да, вот, здесь мы получаем уже, получаем 2, здесь у нас образуется ситуация, напоминающая то, что у нас было, когда мы говорили о, такой, помните, на лекции, мы говорили о специфической системе без нулей, да, вот, двойка у нас, а двойки в цифрах у нас нет, да, и так как у нас эта двойка появилась, двойка появилась следующим образом, 15 это есть, не что иное, как, 3 умножить на 5, плюс 2, у нас есть цифра минус 1, давайте двойку заменим на минус 1, если мы двойку заменим на минус 1, то мы все выражение уменьшим на 3, так ведь, и для того, чтобы сохранить баланс, нам необходимо, четверку заменить на шестерку, вот и все, вот и все, вот и все, и тогда вот у нас такая ситуация возникает, значит, здесь мы вместо двойки вставляем, значит, ну, как мы договорились, минус 1, да, на самом деле, там мы обозначаем его через Т, вот минус 1, а здесь вместо пятерки, да, вместо пятерки мы ставим, значит, вместо пятерки мы поставим шестерку, то есть, 5, поменим на шестерку, вот и все, и давайте мы не на 2, да, 1, по-другому добьемся всех амминицией, продолжаем, продолжаем работать, стоп, одну минуточку, одну минуточку, идея, я думаю, понятна, теперь, значит, у нас 6, да, теперь 6 зелень на 3, стоп, одну минуточку, стоп, 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 откуда у нас там двойка появилась, что-то я неправильно сделаю, одну минуточку, извините, 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 мои хорошие, 15, когда мы разделили на 3, получили в остатке 0, в результате 5, а когда 5 разделили на, стоп, извините, извините, 5 разделили на 3, получили в остатке 2, и в результате деления, вот в результате деления, здесь мы получили, извините, здесь мы получили, в результате деления, то есть мы получили, что 5, это есть, извините, 2 умножить на 1, плюс 2, соответственно, мы эту единицу заменим, то есть у нас была здесь внизу единица, вот мы ее заменили на, заменив двойку на минус единицы, здесь единицу заменили на, теперь дальше, здесь опять в остатке 2 у нас, а в результате деления получаем 0, точно такая же ситуация, точно такая же ситуация, абсолютно, вот смотрите, мы 0 заменяем на единицу, а соответственно двойку на минус 1, двойку заменяем на минус 1, заменяем на минус 1, ну а здесь с единицей у нас все в порядке, в остатке единица, или не получаем 0, и процесс заканчивается, и в результате мы что получили, мы получили, что 46 есть не что иное, как 1, выписываем снизу вверх, вот мы как раз то самое и получили, что мы имели, 46, это не что иное, как 1, дальше минус 1, минус 1, 0 и 1, теперь, вот в нашей системе, количество сбалансированной системы, вот, теперь, значит, думаю, совершенно очевидно, что мы балансированную систему можем для любых нечетных чисел составить, так ведь, можем взять балансированную пятеричную систему, тогда у нас будут цифры, значит, 0, 1, 2 и минус 2, минус 1, семеричную, да, то же самое, значит, 0, минус 1, минус 2, минус 3, и от 3, 2, 3, если мы попытаемся для четного числа это сдаваться, там уже баланс соблюден не будет, допустим, четверичную мы хотим, да, значит, 0 у нас будет, либо, значит, 1, 2, минус 1, либо минус 1, минус 2 и 1, понимаете, там уже возникают неоднозначности, и реально, в общем, балансированные системы для четных чисел, я что-то не встречал, чтобы использовались, вот, а для нечетных чисел, в принципе, они могут быть использованы, точно так же, как для троечного числа, и когда вещь идет, это вот нашей задачи, где, значит, наш робот двигается на числовой оси, задача К, вот, там мы как раз, вот где-то ЧАК у нас, H, J, K, да, вот задача К, робот на числовой оси, вот здесь как раз, вот, нам подходит, мы можем использовать, троечную сбалансированный системы, так, нас спрашивают, стартуя с точки 0, робот выполняет, ходы, да, первый ход длиной 1, следующий ход длиной 3, потом длиной 9, длиной 27, то есть, все точно так же, как у нас, в троечной сбалансированной системе, если идет движение влево, значит, это минус 1, движение право, это плюс 1, вот и все, вот и все, и вот, нам просто нужно, вот это число, заданное число, перевести в троечную сбалансированную систему, вот, троечную сбалансированную систему, и здесь видите, число может быть отрицательным, число может быть отрицательным, но мы с самого начала, должны зафиксировать знак, потом решить задачу для положительного числа, вернее, по ходу, зная знак, мы можем там менять направление, для положительного, если было движение вправо, то есть, для отрицательного будет движение влево, и наоборот, вот и все дела, я вам просто покажу вам сейчас реализацию, и совершенно очевидно, что слово impossible, нам не придется выносить, потому что любое число можно представить в троечной сбалансированной системе, вот и все, значит, где это у нас, L, M, D, здесь решение задачи L, вот, а вот это решение задачи K, ну, как видите, оно не очень такое большое, давайте я его выведу, как-то, чтобы оно более хорошо вам было видно, здесь, так, мы это уже видели, да, уважаемые коллеги, я все аппарские решения в одном файле нашим организаторам предоставлю, и они, видимо, до вас доведут, но я до этого постараюсь небольшими комментариями снабдить, потому что, ну, сейчас, конечно, 18 задач, нам трудно будет подробно, так сказать, разобрать за реальное время, да, вот, ну, часика-два мы все же посидим, поработаем, сколько успеем, разберем, разберем, что не успеем, значит, вот так, вот смотрите, чисто технические моменты, чисто технические моменты такие, смотрите, S мы, ввели переменную для того, чтобы получить ответ, вот в S мы выносим наш результат, теперь, значит, такая, значит, вспомогательная переменная D, где у нас S, R и L, видите, S это стояние на месте под нулевым индексом, R под первым индексом, L под вторым индексом, вот, ну, и тут сразу видите, если N равно 0, S равняется прямо S, и все, то и матч закончился, вот, а иначе, значит, мы выполняем вот эту часть, которая здесь у нас расположена, да, но она тоже не очень большая, видите, мы переменные signum, да, SG, запоминаем, значит, значение выражения N меньше 0, и если signum не равно 0, N присваиваем минус N, дальше мы, значит, работаем до тех пор, пока N не обновится, то есть мы все, что сейчас до сих пор делали вручную, заставляем делать программу, понимаете, что она делает, и присваиваем N в остатке 3, и N делим на 3, и теперь смотрите, C присваивается прямо D, I. Почему? Потому что если остаток 0, значит, мы стоим на месте, если остаток I не является, мы уже должны двигаться, либо вправо, либо влево, два тоже куда-то должны двигаться. Теперь смотрите, если, значит, SG и I при этом отличаются от 0, то C меняет свое значение, присваивается D3 минус I. Обратите внимание, что здесь происходит. Смотрите, то есть 0 мы не трогаем. Если, значит, I было 2, 3 минус 2 становится равно 1, значит, L меняется на R. Если I было 1, 3 минус 1 будет 2, R поменяется на L. Вот и все. Вот таким способом это добивается. Это добивается. S добавляется C, а N после этого, может быть, надо будет увеличить. В каком случае? Если I было равно 2. Вот как вы помните, как мы вручную делали, то же самое здесь повторяется. Вот и все. А смотрите, S мы C добавляли, да, в начале она была, потихонечку мы ходы выполняем. Вот и все дела. И в конце концов, это S выносим. Вот и вся наша задача. Вот и вся наша задача. Вопросы, коллеги? По этой задачи? Да, да, да. Спасибо, спасибо, что вы так внимательно и так сказать, блюдите. Спасибо. Спасибо, мои дорогие. Вот. Носить вопросов, как я вижу, нету. Вижу, общество достаточно такое, мотивированное, то есть, мобилизованное. Ну и ради этого. Таким образом, система, балансированная система, троечная система позволяет нам легко решить эту задачу. Ну, я сейчас же могу вам сказать, что задача может быть усложнена. Действия могут происходить на плоскости уже и там движения могут быть не только вправо и влево, могут быть еще вверх и вниз. Понимаете? И там уже две координаты могут работать. Вот. Очень аккуратно нужно действовать, потому что если вы действуете направо, двигаетесь направо, значит, горизонтально, значит, вертикально вы не двигаетесь. То есть, там у этих координат при переводе их вот в эти троечные системы, понимаете, должна быть такая особенность. Там, где у нас не ноль в одном представлении, должен быть ноль в другом представлении. В принципе, ноль в обоих представлениях может быть. Но так, чтобы в обоих представлениях были не нули, вот этого не должно быть. Вот этого не должно быть. И, соответственно, ну вот, вы как-то вы как-то вот от этого отталкиваться будете. И если, значит, вот это условие соблюдено, то двигаемся до тех пор, пока мы не расшифруем эти числа, да, опустимся до нуля. Вот. А если условия нарушатся, значит, там уже возможен будет импособ. Вот и все дела. То есть, опять-таки, повторяю, вот эти идеи, они могут быть усложнены в задачах. И у меня будет такой совет, мои дорогие, что когда вы вот задачу разбираете, тут же думайте о том, что там может еще измениться, что там может модифицироваться. Вот. Совершенно очевидно, что здесь может измениться вот такая, допустим, ситуация. Там, допустим, может появиться какой-то еще коэффициент. Какой-то еще коэффициент, который подскажет, что вот там уже нам не троичная система нужна, а вот, допустим, пятиличная система. Понимаете? Балансированная пятиличная система. Вот это. Ладненько. С вашего позволения, я продолжаю. Я продолжаю разбирать эти задачи. Алло. Вот такая ситуация. Вот такая ситуация. Теперь, с вашего позволения, я продвигаюсь с некоторыми другими задачами. О, ну, самый подвижный. Самый подвижный. Ну, тут, понимаете, тут фактически нам нужно с одной стороны эту числовую последовательность упорядочить как числа, с другой стороны упорядочить как строки. И каким-то образом найти, как бы вам сказать, найти между этими разными состояниями, каким-то образом нужно найти возможность легко проверить предыдущее состояние в первом, при первом, так сказать, упорядочении и сравнить со вторым упорядочением. Ну, одним из способов, каким это можно сделать, я сейчас вам покажу. вот здесь задача решена. Посмотрите, чтобы мы для каждого числа не искали, где оно было раньше и так далее, понимаете, чтобы внутрь цикла и счетчик не пришлось использоваться. вот здесь задача B. Давайте вот решение возьмем, здесь два решения или одно решение. О, один. Самый подъезд. Смотрите, здесь функцию, которая строку переводит числа. Ну, можно было системной воспользоваться, но мы тут сами ее, так сказать, описали. Стринг-стрим, это удобное очень средство. Вот. Строка X в нашем распоряжении имеется. В SS мы загнали X и из SS то, что там было, значит, вытащили VARS. Вот и все. Значит, VARS стало VARS стало у нас числом. Вот. И выносим ответ return VARS. Вот и все дела. Вот такая ситуация. Теперь для чего мы это сделали? Смотрите, вот мы, значит, вели все эти наши числа. Так ведь? Вели все эти наши числа. Ну, вначале тут по условию мы заводим их количество, а потом сами число. Теперь, смотрите, мы их вели, как вам сказать, как строки. Мы их считали как строки и упорядочили их как строки. А потом мы, значит, взяли, значит, вектор, который состоит из пар, вот, long, long и int и запомнили его, запомнили его, значит, вот для каждого i мы создали пару, которая состоит из числа, которое соответствует строке витой и из индекса i. А после этого мы взяли и упорядочили. Естественно, когда мы упорядочиваем пары, упорядочение происходит вначале по первым компаниям этих пар. Поэтому реально упорядочение происходит по числам. Но за каждым числом идет свой старый индекс. И видите, тут уже эта задача уже спокойно решена, потому что мы уже знаем за кем какое число на каком месте было в том случае, когда оно было упорядочено по тем правилам, по которым упорядочивались строки. Ну и дальше, значит, как видите, здесь все просто. Значит, m присвоили v w нулевое second, то есть w нулевое оно на нулевом месте, это наше число. Но second показывает, где оно было при упорядочении во время строк. Совершенно очевидно, что это число нам дает расстояние для нулевого элемента. Ну и дальше, значит, i считается нулем, это максимальное расстояние, которое имеет. g начинает работать с единицы до n. И для каждого g мы значит абсолютное значение g минус w g second, вот оно дает нам расстояние пережитого элемента между нынешним и предыдущим состоянием. Если оно оказывается больше, чем m, то m присваивается новое значение, d, это максимальная разница, и присваивается g. Теперь смотрите, здесь очень естественно и просто соблюдается условие, что при равных условиях мы даем преимущество числу, которое было меньше. То есть эти w уже упорядочены как числа и последующее число, для того, чтобы оно заменило предыдущее, оно обязательно должно иметь строго большие показатели. Если оно имеет даже равные показатели, мы его не рассматриваем. Вот этим самым мы это условие соблюдаем. Ну и когда все закончилось, значит IT индекс показывает нам актуальный элемент и w first дает нам то, что мы хотели. Вот и все дела. Вот и все дела. Вопросы по этой задаче, мои хорошие. Вопросы по этой задаче. Да, ну разумеется, это не единственное решение. Разумеется, мы можем тут чисто технически воспользоваться знаете, возможностью упорядочить именно строки как числа. Для этого достаточно достаточно не делать вот это что мы сделали сейчас. С самого начала как бы вам сказать мы можем вначале их упорядочить как строки, потом упорядочить как числа, как числа, но для того, чтобы упорядочить как числа, мы должны каким-то образом старые значения индекса, которые соответствуют упорядочению по строкам, все же сохраниться. Ну и вот этот момент достаточно удобный, потому что мы очень просто определяем разницу положения. Вот таким образом. То есть нам уже какой-то дополнительный цикл здесь не нужен для того, чтобы определить разницу положения. Вот и все дело. Вот и все дело. Ладненько. Если нет вопросов, я перехожу к следующей задаче. Задача складки. Вот смотрите, когда идет речь о задаче складки, я сейчас буду просто быстренько проходить чисто алгоритмическую сторону. Вот смотрите, самое большое количество складок, которое может быть вообще. Это n-1 для n-чисел. То есть между n-числами имеется n-1 промежутков. То есть фактически n-1 пар соседей мы можем составить из n-чисел. Если все эти соседи отличаются друг от друга, как раз в этом случае мы получаем n-1 складку. теперь в каком случае мы имеем наименьшее количество складок. Наименьшее количество складок. Наименьшее количество складок мы имеем в том случае, когда одинаковые элементы находятся вместе. когда одинаковые элементы находятся вместе и допустим вот у нас такая последовательность допустим 2 по 222 2333 и на 11 вот мы в этой последовательности когда одинаковые элементы сидят вместе мы имеем всего две складки то есть это соответствует быть чему это соответствует размер множества из этих чисел размер множества из этих чисел у которого мы отнимаем от если размер множества 3 то есть мы можем иметь здесь минимум минимальное количество склада будет а теперь какое максимальное количество может у нас быть для того чтобы определить максимальное количество нам нужно определить максимальную кратность максимальную кратность то здесь какие-то числа есть вот двойка встретилась 5 раз, тройка тоже 5 раз. Понимаете? Ну, сейчас не имеет значения. Мы от двойки будем отталкиваться или от пятёрки будем отталкиваться. Смотрите, то есть максимальное количество у нас 5, а общее количество этих чисел, общее количество чисел у нас 13. Общее количество чисел 13. Теперь смотрите, оставшихся чисел 8. Оставшихся чисел 8. С 8 числами понимаете, с 8 числами мы могли бы составить, вообще-то говоря, ну, как вам сказать, у этих 8 чисел внутри, значит, 7 и ещё там 2 с разных сторон. Мы могли бы составить 9 складок. 9 складок могли бы составить. Вот. но вот это максимальное количество 5 и по стольку, поскольку это максимальное количество 5, то понимаете, в чём дела? Его его здесь хватит на что? Значит, с 8 мы составляем эти складки. с 8 допустим, вот одну минуточку, если бы у нас здесь было, вот, допустим, две двойки были бы, да, чтобы это было, да, когда у нас здесь пропорция была бы 7 7 и 11, да, осталось 4 числа. Осталось 4 числа. И вот с этими четырьмя числами ну, мы можем ну, как-то там, ну, 5 складок составить, больше не получается. Понимаете? 5 складок составить, вот, ну, двойка составить, стоп, одну минуточку. У нас 2x4,5,6,7. Этих, одну минуточку, этих 6, извините. 5,7. 5,7. А давайте еще одну группу добавим, чтобы это хорошенько раскрыть. Вот еще одну группу добавим, здесь 8, да. Вот осталось 5. Осталось 5. И вот какая у нас ситуация осталось 5. Вот с этими двойками мы можем составить максимум, ну, вот, складки с этими ну, 5, туда-сюда, ну, 6. 6 складок мы можем составить. 6 складок мы можем составить. А почему мне больше одну минуточку? Давайте попробуем. Я сейчас так, 2, 3, 2, и, 2, 3, 2, 1, извините, 1, 1, 2, 1, 2, 1, и 1, 2, 3, 4, 5, еще двойка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и остались еще 2 двойки, которые, ну, никак складки составить не надо. И сколько у нас получилось складок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 складок получилось. То есть, да, благодаря этим 8 мы смогли составить только 9 складок. Только 9 складок. Но если бы этих одинаковых чисел было бы еще больше, то мы бы составили бы еще меньшее количество остатков. В общем, как видите, все упирается в количество, максимальное количество одинаковых и количество оставшихся. Количество оставшихся, и понятно, что если максимальное количество одинаковых, оно очень большое, то там, ну, значит, n-1 складок у нас не получится, не удается нам n-1 складок, 1 складок составится. Ну, сейчас, чтобы мы, давайте, более точно этот момент зафиксировали, я вам прямо покажу эту формулу. Вот, теперь уже она, я думаю, понятна. Вот, смотрите, мы, значит, здесь определили, вот к данному моменту, n – это у нас общее количество, а m – это максимальное количество. А t – это разница, да, между n и n. Вот, теперь смотрите, если у нас m меньше или давно, чем t плюс 1, если m, то есть, я так и повторяю, это количество одинаковых, да, если оно меньше или равно, чем то, что осталось плюс 1, то, что осталось плюс 1, да, мало этих одинаковых, да, то, значит, они не могут нам помешать в составлении складок, и тогда, значит, наш ответ получается n-1. Вот, а если оно больше, чем t плюс 1, то ответ получается дважды t. Ну, вот, ну, вот такая вот ситуация. Ответ получается дважды t, dt – это общее количество тех, которые у нас остались. Ну, идея понятна какая, да, да, что каждое то, что осталось, которое не равно этому, значит, нашему одинаковому, да, оно позволяет нам составлять складки с двух сторон, да, с двух сторон. Вот оно у нас получилось, тройка с двух сторон складка дала, эта тройка тоже, эта единица, эта единица, эта единица тоже. Они с двух сторон дали складки, их было всего пять штук, поэтому в итоге получилось у нас, да, в итоге получилось у нас здесь 10 складок. Вот такая вот такая ситуация, вот такая ситуация. Ну, в общем, задача такая, видите, ну, она на то, чтобы исследовать то, что нам дано, понимаете, исследовать. Первый ответ такой, простой ответ, минимальный мы легко получаем, да, меньшее количество складок, когда одинаковые вместе. Вот, ну, а для второго ответа нужно как-то вот случай просмотреть, закономерить, заметить и потом ответить. Давайте ответить, вот и всё. Вопросы, коллеги? Вопросы, мои хорошие. Так, вопросов по поводу нет. Да, хорошо, ладно, теперь, с вашего позволения, я ещё о одном вопросе хочу с вами поговорить, о том, что я не успел, это о модульной арифметике. Вот, о модульной арифметике, оно всё же два слова надо было мне сказать. Так, давайте мне так, здесь уберём, потому что у меня сейчас не нужно. Вот, не нужно. И здесь рассмотрим, вот, такие вопросы. Смотрите, когда мы имеем дело с модульной арифметикой, то есть, основание модульной арифметики, простое число, тогда, как нам известно, мы можем в муке этой модульной арифметики любые действия выполнять. Вот, допустим, арифметику с гулем 5 мы бьём, да? С гулем 5, вот, ради модульной арифметики. Ну, сложение, вычитание, умножение, понятно, как делается, да? Значит, допустим, умножение умножили, взяли остаток на 5. Сложили, если вышли за пределы, взяли остаток на 5. При вычитании, если вышли влево, значит, значит, добавляем 5, и опять остаемся в пределах от 0 до 4. Что делаем, когда нужно делать деление? Допустим, что значит 1 разделить на 2? Для того, чтобы сделать деление, мы должны помнить вот что. Что у всех этих чисел имеются обратные. Обратные по умножению. Для единицы, обратным по умножению, давайте вот такое обозначение используем, 1 в степени минус 1, это есть не что иное, как 1. Почему? Потому что по определению, а в степени минус 1, это есть нечто такое, что при умножении на а даёт единицу. Так вот, единица умножить на единицу даёт единицу. Значит, в качестве 1 в степени минус 1 можно брать единицу. Ну, собственно, как мы всегда и делаем. Чему равно 2 в степени минус 1? 2 в степени минус 1, мои хорошие. 2 в степени минус 1, это что-то такое, что при умножении на 2 даёт единицу. В модуле арифметики с основанием 5. Что же это такое? 2 нужно умножить на 3, чтобы получить единицу. Действительно, 2 же 3 модула на арифметике с основанием 5, это как раз единица. 6 в остатке на 5, это единица. Вот и всё. Соответственно, 3 в степени минус 1, это уже будет 2. Потому что именно на 2 нужно умножить 3, чтобы получить единицу. А 4 в степени минус 1. 4 в степени минус 1, это есть не что иное, как само 4. Вот и всё. И соответственно, если мы имеем выражение 2 делить, допустим, на 3, вместо того, чтобы 2 разделить на 3, мы 2 умножим на 3 в степени минус 1. То есть, 2 умножим на 2 и получим 4. Вот и всё. И будем иметь абсолютно все свойства деления на 3. Почему? Потому что что такое 2 делить на 3? 2 делить на 3 – это какое-то такое число. x, которое, математически, имеет такое свойство. Смотрите, что x умножить на 3 – это то же самое, что 2. x умножить на 3 должно быть равном. Вот теперь, что у нас в нашем случае получится. Разделить на 3 – это мы знаем, что умножить на 3 степени минус 1. Значит, умножить на 2. Умножить на 2. 2 на 2 – это 4. Значит, x получается 4. Посмотрим. 4 на 3 – это по модулю 5 как раз 2. Вот и всё. То есть, мы как раз получили здесь 4. Эта четёрка оправдывает абсолютно себя вот сюда точно. 4 на 3 – это есть не что иное, как 2. Вот и всё. Опять-таки, повторяю, в этой модульной арифметике. Ну, мы всё делаем в арифметике по модулю 5. Теперь, смотрите, ну, здесь мы довольно легко нашли. Легко нашли обратное число по умножению. Здесь мы легко нашли. Если бы на месте переводки у нас были какие-то миллиарды, да? Какое-то большое, очень простое число. Это было бы сделать не так просто. И вот здесь нам приходит на помощь теорема Ферма, ну, или, так сказать, теорема Элера. Вот, суть сейчас я как раз вот в виде Ферма приведу. Если П – простое число, а А – число, которое ему не равно и его не превосходит, тогда А и П обязательно взаимно простые. Вот выясняется, что А в степени П минус 1, А в степени П минус 1 – это есть нечто иное, как объединица. А объединица в арифметике, модульной арифметике. Либо, ну, можно написать. Ну, отчуда сразу делаем вывод. Для того, чтобы получить число. Обратное по умножению, да? Для А, мы прямо, получается, что А в степени П минус 1 – это единица. Значит, если мы выделили А в первой степени, осталось А в степени П минус 2, да? Отсюда сразу делаем вот этот вывод. То есть, что А в степени минус 1 – это есть не что иное, как А в степени минус 1 – это есть не что иное, как А в степени. И для полного, так сказать, счастья, сейчас нам осталось что? Но осталось вспомнить, что существует алгоритм, который позволяет в залогарифмическое время возвести А в степени П минус 2. Потому что, как мы сказали, если оно большое, да, если мы будем, значит, действовать, так сказать, в лоб и действовать будем, пользуясь, так сказать, ну, прямым определением возведения в степени, ничего хорошего у нас не получится. Так ведь, ничего хорошего не получится, мы просто-напросто, как бы, ну, П минус, если П минус того же степени возбудим, значит, П минус 3 штуки умножения придется нам делать. А если речь идет о миллиардах, это очень большое число. На самом деле, есть алгоритм, который вот очень хорошо использует те свойства, о которых мы говорили, двоичные системы, и позволяет все это нам вычислить, повторяю, за алгоритмическое время. Ну, чтобы вы более-менее представляли, о чем идет речь, значит, 64 двоичных разряда соответствует примерно, ну, 2 в степени 64 и соответствует приблизительно 10 в степени 19, да, представляете, вот такому громадному числу. Так вот, для того, чтобы возвести вот такую большую степень, да, в 10 в степени 19 в степени, да, нам будет нужно примерно, ну, мы там увидим, максимум дважды 64, да, 128 умножения умножения, умножения из-за, 128 умножения для компьютера – это вообще ничего. Все-таки все дела. Ну, я сейчас очень быстро постараюсь эту основную идею вам подкинуть, этого бинарного умножения, бинарного умножения, и дальше уже быстренько пробежимся по задачам, потому что в нескольких задачах это у нас используется. Вот, смотрите, если мы хотим А возвести в степени К, да, допустим, А мы хотим возвести в степени. А, допустим, К, мы знаем, как оно, как в двоичном виде представляется, да, ну, то есть какая-то последовательность в степени двойки, да, какая-то последовательность в степени двойки. Тогда мы можем сказать, что А есть ничто иное, как, А в степени К, это есть то же самое, что А в степени, но здесь какие-то в степени двойки, да, то есть В степени, допустим, это Л, первая умножить, два в степени, Л. Второе, вот как я индекс использую, второе умножить, далее, умножить, два в степени Л, Л, ну, какой-то Л, допустим, Л, Н. Лучше давайте сюда запишем, А, А здесь, А возводим в степени, Вот, Такое вещь мы имеем, понимаете? А это на самом деле что означает? Это означает то, что нам нужно что? А в степени, два в степени Л1, смотрите, А в степени, А в степени Л1, да, может, на то же самое, А в степени, два в степени Л2, А в степени Л2, А в степени Л2, А в степени Л2, так, ну, и так далее, разумножить на А в степени и два в степени некоторая ЛК. То есть фактически мы можем сказать, что челлендж, зная степени А, А возведенные в различные степени двойки, понимаете? Возведенные в различные степени двойки, мы из них можем любую степень А составить, понимаете? И отталкиваясь от этой идеи, мы можем, значит, организовать процесс вычисления следующим образом. Смотрите, вот здесь у нас, значит, само А, а здесь наш ответ. Итак, А, сейчас у нас имеется А в степени, два в степени ноль, так ведь? Замечательно. Если мы А умножили на себя, то получили А в степени 2, так ведь? А в степени 2. Здесь было, А здесь было А в степени, то есть здесь А в степени 2 в степени 1. А здесь было А в степени, на одну минуточку, А в степени, 2 в степени ноль. А в степени ноль, вот так. Возьмем, чтобы было понятно. Во все перемен. Здесь мы в степени 2, в степени 1. И если, смотрите, если... Да, в начале P у нас равно 1. Давайте еще его выше поднимем. Выше поднимем. И в начале P равняется 1. Значит, нужно, умножим, не нужно. Значит, вот оно. Дальше нам нужно умножить, умножить, не нужно. А этот процесс какой? Смотрите, теперь мы его умножаем на самого себя. Если мы его умножим, умножим на самого себя, мы получили, а в степени 2? То есть мы вот эту степень 2 не пропустили. И так далее, понимаете? И так далее. Мы все эти степени пробегаем. Все эти степени пробегаем. Если нам легко удается определить, какие из этих степеней нам нужны, походу мы будем их перенажать на переменную, в которой собираем ответ. В которой собираем ответ. Допустим, нам нужны степени первые. Там будет еще нам нужна степень третья, допустим. Вот, пожалуйста, здесь мы сразу получили. Первую. А потом, значит, на степень третью тоже перемножим. Чтоб, извините, это А в степени. Я вообще не изменялась. А в степени 2 степени 1. Значит, А в степени уже. Не только 2 в степени 1, но еще. А в степени 2 степени 1. Нужно, наверное, А в степени, допустим, 2 в степени 3. Если эта степень нам нужна, понимаете. Ну и так далее. То есть, эта фабрика работает. Слева она дает А в степени 2 в каких-то степенях. Причем не пропуская ни один показатель в степени. А все, что оттуда нам нужно, мы для себя выбираем. Вот. Теперь, допустим, нам нужно было А в степени 2 в степени 64. Вы посмотрите, значит, он за 64 шага дойдет. За 64 умножения. Эта фабрика работает, понимаете. Он будет давать эти все перемены. А по ходу, может быть, нам еще некоторые придется перемножать. Ну, допустим, опять 64 штуки. Вот, пожалуйста, 128 умножения максимум. И мы в нужную степень получим. Реализация выглядит очень, как будем говорить, очень наглядно. Давайте вот прямо запишем эту реализацию. Понимаете, благодаря чему? Благодаря тому, что мы здесь очень, так сказать, спокойно, очень эффектно можем использовать бинамные операции. Допустим, вот сейчас мы дабы. Дабы. А, на рекорд. Дабы. Вот. А, вот, вертикоплитер 7, да? Мы не боимся того, что это лонгло. Значит, мы определяем дабл. А, большее, самое начало равно а малому. И ответ. Самое начало равное единице. Здесь очень такой процесс, смотрите. Пока n больше единицы. Тем более, ну, здесь можно отдельно выделить случаи, когда а равно нулю, а равно единице, да? Ответ всегда 0 и 1. Есть случаи, когда n равняется единице, а остается n равно нулю, тогда ответ единица. Вот эти случаи можно выделить. Вот. А дальше, значит, работать по каким способам, смотрите. Если у нас число нечудное, то тогда мы, значит, умножаем на то, которое к этому моменту. После этого в любом случае а умножаем на самого себя. Фабрика. Фабрика работает без относительно тому, что там происходит. И по ходу n двигаем вправо на 1. Когда все закончилось, иначим просто иначим а умноженное на п. В конце уже n равно единице, и а нужно умножить на п. Вот и все дела. Если нам нужно действия выполнить с каким-то модулем, то мы от всех промежуточных действий берем модуль. Но это в том случае, если а у нас целое и соответствующие условия там двигаются. Вот и все дела. Вот такие вещи нам во многих случаях нужны. Во многих случаях нужны. и в частности вот у нас здесь задача результативных перестановок. Задача е. Результативных перестановок она решается основная формула такая. Смотрите. Основная формула такая. если у нас допустим имеется если у нас имеется смотрите некоторые А1 каких-то величин. А2 каких-то величин. И так далее. А Н большие каких-то величин. Вот количество всевозможных перестановок из этих величин. Количество всевозможных перестановок из этих величин получается следующей формулой. Количество перестановок допустим вот так мы обозначим B из этих величин. Получается следующий смотрите целый чехол то есть числитель у нас будет сумма этих всех чисел и от них мы берем факториал факториал вы знаете да инфакториал это движение от единицы спасибо так Разведение факториалов. 5. А1. Факториал. Умнорный. Факториал. Умнорный. Умнорный. А1. Теперь совершенно очевидно, что в этой формуле числитель всегда делится на знаменатель. Числитель всегда делится на знаменатель. И раз от нас просят получить ответ по какому-то модулю, то мы уже точно знаем, что это число обязательно получается. Если оно в этом промежутке, которое мы хотим, понимаете, то все промежуточные наши действия, примененные по отношению к этим результатам, то есть все взятия по модулю, они нас отсюда не выведут. И поэтому мы спокойно можем... Минуточку. Вот здесь у нас задача. В результате у нас перестанут. Вот она эта задача. То есть сами числа... Через пробелы формат входного файла неотрицательных целых чисел определить... Общее количество не превосходит 100... Общее количество цифр не превосходит 100... То есть мы берем последовательность из цифр, из них всевозможные перестанутки. Ну, совершенно очевидно, что вот в этой... Из этих входных данных нас, раз мы берем последовательность цифр, нас интересует, какая цифра, сколько она встречается. Вот и все. Вот тут это пояснение должно было натолкнуть тех, кто не сумел задачу решить, на то, какую формулу надо было применить. Вот. Ну, я сейчас прям покажу решение. Вот оно, это решение. Здесь, значит, отдельно функция не приведена. Но, смотрите, вот это переменная, где мы храним, значит, для каждой цифры свою кратность. А это мы делаем во время ввода. Смотрите. Значит, вводим очередное k, как строку, обратите внимание. А дальше, значит, мы ее разлагаем по символам. И для каждого символа берем его числовое значение. И по этому числовому значению увеличиваем количество. Вот и все. То есть, вот после того, как мы эту часть выполнили, у нас уже по каждой цифре имеется, сколько раз она здесь встретилась. А дальше смотрите, что у нас происходит. Вот, смотрите, и меняется от нуля. p, q, k все это единицы. И меньше 10. Для каждой цифры они должны пробежаться. Так ведь? И по каждой цифре мы бегаем от единицы до ее кратности. До ее кратности. Теперь, значит, вот смотрите, p это, так сказать, для числителя. p умножается на k плюс плюс. Вначале k единица, потом станет 2, потом 3 и так далее. В общем, как экспресс k увеличивается. А вот что касается знаменателя q, то он умножается на g. После того, как g завершилось, оно заново начинается с единицы и так далее. Именно так, как это вот в этой формуле показано. То есть здесь мы берем факториалы от суммы, а здесь факториалы берем от отдельных чисел. Понимаете? Вот и все дела. От отдельных чисел берем. То есть каждый раз заново его мы вычисляем. Берем модуль от p, берем модуль от q. Когда все это закончилось, мы смотрим, если p на q разделилось, то все, вот у нас ответ уже готов. А если не разделилось, если не разделилось, то мы вот берем некоторое k, приравним его m минус 2, потому что m наш модуль. То есть мы должны число нашей возвести в m минус 2 степень. r – это наш ответ, который мы должны получить. Он равен единице вначале. Смотрите, пока k больше единицы, вот то, что я вам нарисовал. Значит, если k нечетное, r умножается на q, и это q мы возводим в эту степень, понимаете? q возводим в степень m минус 2. То есть мы обратный элемент для q берем по модулю. Так ведь? Вот. r умножаем на q, берем по модулю. q умножаем на q, берем его модуль. И k двигаем на единицу. После того, как все это закончилось, q умножаем на r, и таким образом получаем, после того, как взяли q со статем от m, мы получили то число, на которое нужно умножить наш числитель. То есть число, обратное нашему q. Вот мы числитель на него умножили, взяли по модулю и получили наш ответ. Вот и все. То есть p либо отсюда получается, либо отсюда получается. Вот и все дела мои хорошие. Вопросы? Вопросы по этой части. Вопросов вроде бы нет. Да. Я, откровенно говоря, себя немножко нелого чувствую, потому что приходится вот так бегом пробегать по этим вопросам, но очень мало времени. Очень мало времени. Самые такие основные моменты я хочу вместе с вами пройти. Так. Минимальный период. Ну, минимальный период – это у вас было занятие, посвященное строкам. Вы, значит, z-функцию прошли. z-функцию прошли, и вот с помощью z-функции этот минимальный период находится. Вот я просто покажу вам решение. Вот смотрите. решение. То есть мы вычисляем z-функцию, и по ходу вычисления z-функции мы проверяем. Смотрите. Если для какого-то i, вот мы вычислили значение z-функции, если оказалось, что i плюс zi равняется n, я напоминаю, что zi – это длина. в нашей строке, начиная с этой позиции, значит, длина под строки, которая отсюда начинается, и совпадает с началом. Теперь посмотрите. i – это то, что у нас перед этой позицией имеется. Так ведь? если вот это i, и вот то, что мы здесь получили, совпадает с началом, они в сумме дают n, то мы делаем вывод, что у нас имеется уже возможность вывести период, минимальный период, ну, разумеется, при условии, что n без остатка делится n. то есть ну, допустим, вот у нас допустим, такая вот комбинация. Допустим, вот такая комбинация. Смотрите. Вот такая строка. мы здесь вычисляем где-то функцию. Вот тут у нас вначале будет 0, бит, снова 0. А здесь будет у нас, смотрите, всё до конца совпадает с началом, не правда? Значит, получится у нас 8. 8 получится. И 2 плюс 8 как раз равно 10. а и равно 2. 2 плюс 8 равно 10. Вот. И это 10 на 2 делится. 10 на 2 делится. Вот мы и получили, значит, А, 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 мы получили равное S присваивается S от 0 и шнули. Вот и всё. Вот наш период, понимаете? Наш период, минимальный период. Разные случаи можно рассмотреть. Чего-то интуизивно, это понятно. Вот. конечно, более интересно это доказать более строго, математически. Вот. Ну, хорошее упражнение, так будем говорить. Вот. Так, значит, я могу сказать, подтвердить, что это, так оно и есть, и это верно. Вот и всё дело. Вот и всё дело. Дальше поехали, мои хорошие. Да, вот Г-задача. Г-задача уже, она касается, видите, она касается, так будем говорить, она касается позиционных систем со смешанным основанием. То есть, в принципе, нам ничто не мешает, ничто не мешает, абсолютно ничто не мешает, нам взять, одну минуточку, взять разные цифры с разными основаниями. Такие вещи у нас встречаются, такие вещи у нас встречаются. Допустим, когда мы говорим о дате времени, да, ну, дате времени у нас, как известно, значит, минуты, секунды в 60-ти речной системе, вот, часы в 24-ти речной системе, вот, дни там вообще такой системы, понимаете, там сложные, потому что зависит это от месяца, а в некоторых случаях еще и от года зависит. Вот, то есть, сутки, извините, сутки 24, 24 в системе с основанием 24, а вот эти самые, так сказать, количество дней в месяце, да, это уже, это уже более сложная вещь, да, вот такая ситуация. вот к этому мы приноровились, привыкли, это делаем, вот, в принципе, в жизни тоже могут встречаться, не только вот для даты и времени, какие-то ситуации, которые хорошо соответствуют смешанной системе. Здесь я определен в качестве примера систему, в которой, значит, основания меняются, двоичные, троичные, двоичные, троичные, знаете, крайнее правое основание, двоичные, потом троичные, потом снова двоичные, снова троичные и так далее. Вот. И в этом случае, видите, подряд эти числа вот так выписываются, 0,1, снова 0,1 здесь в правом разряде, а уже в левом разряде появилась единица. 0,1 уже в левом разряде, двоичный, потому что левый разряб, он троичный. Вот сейчас появилось, здесь появился 0, здесь тоже появился 0, и единица появилась уже в третьем разряде, но он двоичный. Ну, качество упражнения, это интересно, так сказать, вот эти числа подряд составить, но для нас суть важна, что, смотрите, значит, второй разряд, он сравнил с первым разрядом, смотрите, он сравнил с первым разрядом, разрядом в два раза медленнее, где два основания первого, разводить. Вот, а следующий разряд, пятый разряд, смотрите, пятый разряд, да, он, посомнился, вторым разрядом, сомнился, вторым разрядом, уже в три раза медленнее, потому что второй разряд троичный. Смотрите, вот пока этот второй разряд не не сделал три шага, пятый разряд остается равным единице, он сделал один шнак, третий шаг и только сейчас он от единицы перешел потому что он-то двоичный но он значит так сказать тяжелее предыдущего разряда три раза потому что его основание 3 и так далее вот понимаете вот эти разряды меняться двоичный троичный двоичный троичный соответственно общее количество допустим до какого-то количество разрядов до чисел как получается значит на 2 на 3 2 на 3 и так далее мы умножаем пока не ищем это количество ну нашем случае что он что было что она нас просили узнать нас просили узнать для вот такой последовательности которая была задача у нас здесь считаем что нумерация начинается слева и с нуля нумерация позиции вот начинается слева с нуля и в позициях четных с четными номерами используется abc а в ничего с нечетными номерами используются d и вот так ну тогда понятно что но если нам дала дана длина то мы можем представить о какой последовательности идет речь да какой последовательность идет речь но нас спрашивают для данной длины и для такого-то номера выдайте член этой последовательности который под этим номером находится мы считаем что нумерация элементов последовательности начинается с единицы пожалуйста случае 319 видите ответ ну почему ответ но потому что смотрите в первом разряде у нас три варианта до объема первого разряда ты объем 2 раза до 2 значит в этих двух разрядах всего трижды 2 6 комбинаций потом снова трещин газет пошел значит общее количество комбинаций увеличилось три раза до стала 18 значит чисел длиной 3 всего чисел извините строк длиной 3 всего получилось 18 значит девятнадцатые просто нет строки и ответ ответ в общем здесь решение которое отталкивается от этой идеи выглядит следующим образом вот он давайте мы его более хорошим хорошо покажем вот смотрите первая часть решения м с максимальный сайс максимальная длина максимальная для данного n мы определяем максимальный 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 и вот смотрите когда мы вели значит здесь переменной n и к то мы смотрим если к меньше единицы у нас нумерации с единицы и к больше чем максимальная длина до для н то мы сразу вводим но я хочу обратить ваше внимание вот тут один момент был который немножко значит некоторое количество попыток значит наши студенты на это потратили дело в том что здесь в условии видите сказано что n то начинается n обязательно больше нуля то есть длина не может быть нулем да длина начинается с единицы 41 но вот к номер запрашиваемый номер может быть равен нулю так вот если запрашиваем номер 0 то мы сразу должны ответить ну и так же но отвечаем если номер к больше максимального вот так а дальше значит что у нас было здесь да дальше значит смотрите здесь опять же двухэлементный массив которым значит для нуля для для четных то есть те буквы которые используются в четном случае для единицы букв это который используется нечетном случае да ну вот чисто технически как мы это используем смотрите анс это ответ на который мы должны получить вот наши и к вначале оба равны нулю пока и меньше n то есть мы должны пробежаться по всем этим нашим позициям и для каждой позиции выбрать то что нам нужно так ведь в начале мы заполняем их сказать стандартно да нулевыми элементами то есть а с одной стороны и без другой стороны теперь смотрите как мы это делаем к вначале 0 потом потом к присваивается не к будет единица потом снова 0 снова 1 снова 0 снова 1 то есть вначале лансфер мы загонаем мы загоняем а потом загоняем д потом снова основа веснула все закончили мы получили первую чем понимаете наши последователи к большое которое мы тут вот вели уже значит к большое уменьшаем на единицу опять-таки уменьшаем на единицу потому что нас интересует величина которая соответствует к минус одному потому что нумерация у нас единицы первый первый элемент он последовательно соответствует нулевому значению значит к ты соответствует к минус предыдущему значению и пошло значит к малому присваивается вот единица если последний элемент у нас д и 0 противном случае значит единица в каком случае присваивается если значит у нас полный парня черный не черный черный и присваивается n минус 1 и вот здесь основной основной блок который делает свое дело вот мы сразу определяем как бы это сказать ведь смотрите что мы сделали мы строку ас определили да то есть после этого уже для любого индекса от 0 до и минус 1 анс с этим индексом уже имеет смысл и пошли мы с конца до анс и минус 1 одному присвоили вот что нам к показал да поэтому к остаток от n минус к вот остаток от n минус к это что такое смотрите остаток от n минус к смотрите если к единица до n минус к будет 2 так ведь то есть это соответствует двоичным а если к 0 это соответствует 3 минус 0 до тройки вот так вот когда у нас четность четная позиция к будет тому нулю и к большой будет делиться на 3 бери не остаток будем брать остальных случаях будем остаток дать на 2 ну и соответственно делить будем либо на 3 либо на 2 и вот это к видите менять свое значение было единице станет 0 потом было вы станет единицы вот 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 такая техника здесь используется ничего для вас нового получение очередной цифры вот таким образом происходит цифра это процент а то что осталось это результат деления вот и и постуку поскольку ас мы заполнили вот мы и получаем вот и все вот и все дела мои хорошие так вопросы вопросы уважаемые коллеги вопросы так вроде вопросов нет да хорошо постуку поскольку нужен как будем говорить достаточно так здесь работаем вот я напомню что мы принципе все задачи совместными усилиями решили это меня очень рад все задачи решили нерешенных задач не осталось сейчас с вами разобраться лучше задачу давайте я вам покажу технику как нужно было решить задачу красивая пятеричная красивая пятеричная и да и с вашего позволения я хочу остановлюсь остановлюсь на так может быть у вас какие-то пожелания есть давайте можно ай да я правильно разбираю ай да задача задача ай основа а плюс б окей ладно тогда давайте решим задачу ай значит без значит лишних предисловий мои дорогие на самом деле понимаете если мы двигаемся в том направлении которое нам подсказывает условия естественно мы не имеем никаких шансов решить эту задачу смотрите смотрите какая у нас ситуация нам сказано что длина строки не превосходит 300 тысяч если длина строки 300 тысяч то количество всевозможных понимаете и строк подобных данных данных ну может быть очень большой может быть очень большой я допустим длина всего 26 26 и это только буквы представляете мы получаем значит значит допустим длина ну длина ну почему я сказал 26 ну пусть будет длина 20 вот в 20 чест в степени 20 это уже превышает все всевозможные стандартные типы языка с и плюс плюс понимаете и ясно что мы вот так в лоб эту задачу решить не сможем а когда речь идет о 300 тысяч я очень извиняюсь там астрономически чисто получается хотя на самом деле на самом деле тут ну легко понять что речь идет о сложение которое можно выполнить именно поразрядно точно так же как мы это делаем в обычных ситуациях ну представьте себе что это значит строка которая состоит из цифр понимаете строка которая состоит из цифр и тогда и допустим мы мы по назначению берем не обратный а прямой да ну тогда это просто обычное сложение по разрядное сложение вот и все вот и все по циферное сложение с переносом там единицы при необходимости следующему разряду и так далее реально тоже самое здесь получается реально тоже самое здесь получается с той разницей с той разницей что мы как-то должны считаться что у нас символы двух видов двух видов один это цифры другой вид это это буквы латинского алфавита я здесь прям покажу вам а собственно но по моему у меня и выписано там это решение которые авторская там будем говорить решение вот он вот он и смотрите вот решение задачи на то есть смотрите мы вели переменные а и б или переменные а и б зафиксировали длину а ну мы знаем что по условию они подобные обязательно понимаете обратите внимание мы вели вспомогательный массы сет двух элементный массив для цифр нулевой индекс это 10 для букв 26 то есть для цифр количество 10 для букв количество 26 дальше мы вели вспомогательную строку для цифр максимальная не максимально извините в нашем случае минимальная потому что мы же обратно начинаем отчет значит тут цифры у нас упорядочены не от металл к девятке а наоборот от девятки к нулю так быть вот это самое буквы тоже самое не от агзет от жидко да причем мы знаем что здесь буквы только малого сказать малого регистр и вот смотрите что мы делаем а к это тот самый то самое число которое определяет перенос нужно переносить в следующий раз объединится или не понимаете вначале естественно к 0 вначале естественно теперь смотрите если вот смотрите l присваиваем а и очередь а мало то есть л нам дает единицы если а это это буква дает 0 если эта цифра но мы знаем что годы цифры это от 48 до 57 до годы букв начинаются от 65 до это буквы извините большого регистра малые буквы начинаются от 97 но это даже не обязательно нам знать важно что мы здесь просто использовали что если а это то есть буквы они выше расположены понимаете коды букв чем годы цифр вот таким образом l если а это очередной символ эта цифра будет 0 иначе и вот смотрите что мы делаем мы складываем вот эти буквы букву эти символы складываем и вычитаем их из двойного минимального символа понимаете который у нас здесь имеется от дважды целая отнимаем просто мы а и плюс бы вы понимаете что у этих и цифр и девятки и z наибольшие 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 коды как ведь вот мы эту сумму когда отняли а почему мы это сделать давайте на что более подробно скажем смотрите девятки соответствует номер 0 и так далее нулю будет соответствовать номер точно так же в этих самых буквах значит же будет соответствовать нулевой номер нулевой номер 25 ну в общем л дает нам то что нам нужно если л 0 значит мы от девяток отнимаем сумму этих цифр если от если это единица то от z и добавляем то самое как которое но реально мы складываем номера этих этих символов которые мы получили теперь обратите внимание мы здесь к использовали да а теперь смотрите а присваиваем d делить на z и если это дело а где оказалось больше максимально возможного да то каста сам станет равно единиц максимально возможное какое для цифры это 10 то есть если 10 и больше дальше мы получим единиц развертую для букву 26 д мы присваиваем его остаток отделения на z и а и тому присваиваем c lt минус d вот и все вот мы получили очевидно то есть мы здесь оба варианта и для буквы и для цифр вот в одном блоке так сказать объединили благодаря вот этим мы вспомогательным массива z2 и строке c вот а дальше выводим а вот какое-то последнее к которое нужно было бы добавить она может быть не задействовано потому что если это был последний разряд мы его просто не используем вот и все дела вот и вся задача вопросы коллеги то есть на самом деле вы знаете что когда мы говорим о компьютерной арифметике целых чисел да то это реально модульная арифметика модульная арифметика с модулем равным значит два в той степени сколько у нас дворичных паразитов используется но тут эта идея так сказать чисто математически она вот здесь точно также и дальше развивается вот и все дела ладненько мои дорогие но здесь еще есть несколько задач которые я хотел бы забрать ну давайте этого слова вам скажу о числах каталана это я тоже хотел сказать на лице по числах каталана которые используются задачи количество сколько значит балансированных троечных то я прошу не путать баланса ничего общего с строительство и сбалансированной системы это не имеет там просто вводится понятие балансированные троечные записи и спрашивается сколько таких значит я буквально вот очень так сказать оперативно что такое число каталана число каталана она пока назначается сен это количество это количество количество скобочных скобочных выражений скобочных выражений которые состоят из n пар скобок ну считается что c0 это единица скобок у нас просто нет ну и и так сказать и пустое выражение можем считать что корректное скобочные потому что там вообще корректное скобочное выражение какое состоящее смотрите из одинаковых скобок имеется ввиду допустим клубы скобки да она состоит из одинакового количество открытых и закрытых скобок здесь прямо в определении n подразумевает что у нас n пар скобок вот открытых закрытых вот и ни в одной ни в одном начале количество закрытых скобок не превосходит количество открытых вот так если сказать c1 смотрите c1 да извините c0 это единица единица потому что нет просто и пустое выражение одно оно так сказать нарушение не содержит c1 тоже единица потому что у нас есть единственная вот такая корректное скобочное выражение состоящие из одной пары скобок а теперь c2 возьмем какое c2 c2 мои хорошие это это 2 почему потому что мы имеем открыли закрыли 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 окно пока эмпирически давайте составим цветы чему равны это 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 5 почему потому что мы имеем 5 вариантов апреля я пытаюсь и мексикографическом порядке их выписать и открыли одну закрыли открыли две закрыли дальше идем открыли открыли закрыли 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 и вообще я вам скажу такую вещь что но сейчас я не буду много времени тратить а вот для cn имеется вот такая формула которая позволяет самом деле на просто выражение вычислить это есть cn минус 1 корректная формула умножить на 4n минус 2 4n минус 2 разделить на n плюс 1 вот такое интересное число допустим соответствую с этой формулой чем будет равно c4 посмотрите то 4 будет равно значит с этой тема ну 5 умножить на четырежды на 4 это 16 минус 2 14 то есть это будет 5 может на 14 и разделить на 5 это получит это это мы получим а моя удобная формула для последний чисел она c5 c5 это 14 умножить на умножить на это здесь у нас пятерка да 20 минус 2 умножить на 18 и разделить на 1 разделить на 6 18 на 6 это 3 разделить 14 на 3 получается 42 то есть как видим это последовательность довольно быстро растет вот здесь смотрите выросла в 2 раза здесь более чем 2 то есть уже в 2 с половиной раза здесь явно больше чем 2 с половиной раза почти 3 раза здесь 3 раза и и вообще вот это этот элемент определяет во сколько раз последующий чем больше предыдущего и вы видите что он в принципе стремится к четверке стремится к четверке вот по мере увеличения n он стремится к четверке причем все время возрастает поэтому фактически эта последовательность она возрастает быстрее чем даже так будем говорить геометрическая прогресса очень быстро возрастает очень быстро возрастает и ну полезно знать вот эту характеристику теперь когда речь идет о это вот этой задачи да когда нам нужно найти общее количество троечных балансированных и это у нас это у нас максимум сколько сбалансированных троечных смотрите нам задается длинна нам задается длина одиноковое количество черных нечетных и нет용 цифр ну совершенно очевидно что если длина Dattaci нечетная то количество Somebody потому что значит в последовательности нечетной длина понимаете вы не сможете взять одинаковое количество цифр четных и ничего все однозначно Если длина чётная, значит, получается у нас ровно три позиции для чётных, ровно три для нечётных. Теперь смотрите, ни в одном префиксе количество чётных цифр не превосходит количество нечётных цифр. Замечательно. То есть, что мы имеем? Получается, что мы имеем что-то похожее на число каталан. То есть, более конкретно, смотрите, более конкретно. Значит, для данного n, cn пополам, извините, cn чётная, даёт нам количество шаблонов, которые мы будем тактовать так. Они нам определяют места для чётных и нечётных записей. Вот количество шаблонов как раз даёт число каталан. А в каждом шаблоне, смотрите, у нас n пополам чётных и n пополам нечётных. Теперь нечётных цифр для троичного только один вариант существует. Вы понимаете? Только один вариант. Значит, там могут быть только единицы, да? Нечётная цифра – единица. Всё. Других троичных цифр не существует. Нечётных. А чётные два варианта. Поэтому, значит, это умножается на 2 в степени, на 2 в степени n пополам. Вот и всё. 2 в степени n пополам. Вот и всё. Тут одну минуточку я сейчас посмотрю, нет ли какого-нибудь дополнительного условия относительно начала. Вот. Если ни один оговорит чётных и нечётных цифр, и при этом ни в одном тратим, всё, больше не идали. Вот, вот, вот фактически то, что нам нужно для ответа, понимаете? То, что нам нужно для ответа. n может быть большим. Тут написано 10 в степени 6, кажется, может быть, да? Вот. Ну, поэтому нужно результат взять, поэтому много. Значит, там просто вычисляем... В общем, вычисляем вот это выражение. Это выражение вычисляем. Вот. Как мы его вычисляем? Покажу, как это сделано. В нашей программе. В нашем авторском решении. Так. Что, какая-то была задача? Это была задача R, да? Окей. Почти ещё на задачу R. Вот это задача R. Видите, здесь нам пришлось брать по модулю. Раз нам пришлось брать по модулю, вот смотрите. Вот основная наша функция. Если n нечётная, 0 выносим, иначе выносим результат этой функции. mc для n делённого на 2. Для n делённого на 2. Теперь смотрите, здесь что мы делаем. Здесь вот мы по этой формуле вычисляем число каталана. Число каталана по модулю n. Но смотрите, при вычисляении числа каталана мы вычисляем отдельно числитель, отдельно знаминации. Потому что нужно по модулю взять. И в результате p на q может не разделиться. Вот. Если p на q делится, берём просто определённое на q. Иначе берём, значит, это самое. Иначе берём... Иначе берём... Одну минуточку. Иначе берём, да, его обратный элемент. То есть q, b, p, q в степени минус 2. p умножим на q и берём произведение p на q. И от него берём модуль. Вот и все дела. Одну минуточку. Что-то мне здесь не нравится. Я здесь не вижу, где мы степень двойки использовали. Степень двойки делаем... А, вот здесь степень двойки используется. Смотрите. То есть при вычислении числителя 4 и минус 2 нам даёт, да, то, что нам нужно для вычисления числа каталана. Но ещё мы его умножаем на 2. То есть получается, что на 2 умножаем мы его столько раз, каково здесь значение n. Ну, n не очень большое, поэтому нам здесь нет необходимости прибегать к этому, как его, к бинарному возведению степени. Вот здесь нет этой необходимости. А здесь есть необходимость, потому что m большое число очень. m очень большое число, и иначе мы во время можем не вложиться. Смотрите, m у нас миллиард 9. m минус 2 будет миллиард c. Вот. Вот вся задача, как видите. То есть ещё раз. Вот здесь вычисляется, собственно, наш ответ по модулю. И отсюда мы при необходимости обращаемся к финальному возведению степени. Вот такая ситуация. Вопросы, коллеги? Вопросы? Вопросы, уважаемые коллеги? Вопросов вроде бы нет, да? Окей. Радненько, ну. Спасибо за солидарность, за то терпение, которое вы проявили сегодня. Простите, пожалуйста, что я не успеваю сейчас по всем задачам пройтись. Вот, ну, обещаю. Значит, вот авторские решения для вас дойдут. И я постараюсь их снаблить с комментариями. Ещё раз большое спасибо. И, как говорится, там, до побачения, да, у нас будут ещё мероприятия, где мы увидимся, встретимся. Может быть, не только виртуально, дистанционно, может быть. И, как говорится, там, до побачения, да, 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 до побачения. Продолжение следует...